МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя точка в вопросе «Сколько?» Апелляционная коллегия ФАС России вынесла свое решение по поводу стоимости проезда маршрутных такси Махачкалы. О нравственности, религии и единстве. Более 900 студентов Махачкалы встретились с духовными лидерами трех конверсий республики. 1600 человек получили травмы, различные степени тяжести. Около 2000 авто повреждены. Погибло более 200 человек, в том числе и 12 детей. Дагестан оказался лидером среди субъектов России по количеству смертностей на дорогах. Такие данные приводит республиканское МВД. Только за последнюю неделю в ДТП погибли 8 человек. Основная причина трагедии на дорогах – выезд автомобилей на встречную полосу. 23 рубля в маршрутных такси Махачкалы признаны законными. Такое решение вынесла апелляционная коллегия ФАС России, которая сочла неубедительными доказательства сговора махачкалинских перевозчиков. Отменив предписание дагестанского УФАС, обязывавшие транспортные компании вернуться к тарифу 17 рублей, главные антимонопольщики страны признали повышение тарифа законным. И если еще недавно у кого-то оставали сомнения по поводу легальности этого повышения, то сегодня уже всем придется оплачивать в махачкалинских маршрутках 23 рубля, ведь водители просят об этом вполне законно. Ну а в Дербенте, пожаловавшись на зубную боль, мужчина убил стоматолога. Накануне утром неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль. Его попросили обратиться в 8 утра в кабинет доктора, однако мужчина заявил, что не в силах терпеть боль. После этого близкие разбудили стоматолога, и он вышел помочь мнимому пациенту. После этого и произошла трагедия. Спустя сутки подозреваемый был задержан. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. У меня был кинжал, я ударил, ударил, он схватил руками и поймал руками, я ушел. Он нагнулся, поймал руками, я ушел. И после этого уехал из города, чтобы прийти в себя. Ночью ночевал в машине, и сегодня утром меня задержали. Экс-начальник экономического отдела МФЦ Дагестана обвиняется в хищении более 14 миллионов рублей. По информации следствия, в 2015 году он вместе с сообщниками завысил стоимость госконтрактов по закупке оргтехники, мебели и оборудования для нужд центра. Сейчас ему предъявлено обвинение по части 4 статье 159 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Более 900 студентов Махачкалы встретились с духовными лидерами трех конфессий республики. Встреча проходила в Доме дружбы в рамках межрелигиозного молодежного форума. Богословы говорили о нравственности, единстве и ответили на вопросы ребят. Все подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Полный зал студентов и участников форума, которые пришли на встречу с духовными лидерами. Модератор предоставляет слово Муфти у Дагестана. Шех Ахмад Афади отмечает, будущее республики в руках молодежи. Его цель сделать так, чтобы о дагестанцах говорили только хорошее. У меня основная работа направлена в воспитании детей, молодежи. На сегодняшний день мы знаем, когда в других регионах совершают преступления, дерутся, убивают, стреляют, тут же ищут в иноника кавказской национальности. А когда до кавказа дошли, там в Дагестане ищут. Я хочу, чтобы это было совсем наоборот. Чтобы когда кто-то скажет, что в России регионы совершили преступления, и кто-то скажет, что это дагестанец, любой человек, чтобы сказал уверенно, нет, дагестанец не может совершить преступления. Даже если дагестанца не знает, до этого должны мы довести умы людей, россиян. Вот конечная цель. Процент 99 уверен, что этой цели мы достигнем месте. Далее Муфтик говорит о селе Единства. Он вспомнил два важных периода – Великую Отечественную войну и события 99-го года, когда народ как один встал на защиту своей родины. И никто не спрашивал другого, ты какой нации, ты с какого района. И все вместе, как одно тело, мы встали, показали любовь к своей родине, любовь к соседу, и не различали, кто какой конфессии принадлежит. Перед участниками также выступили представители иудейской и христианской религии. Они призвали молодых людей к нравственному отчению и духовному развитию. Мы должны понимать, что дети берут пример с нас, но они еще и рождаются с теми качествами, которые мы вкладываем в них при зачатии. Не только здоровье или болезни переходят к ребенку, но еще и духовные качества души родителей переходят к ребенку. Поэтому и родители должны хранить свою чистоту духовную, чтобы дети их меньше страдали духовно. Значимость духовенства в формировании здорового общества подтвердили и представители Народного собрания и научная интеллигенция. Особенно высоко оценили роль муфтия Дагестана. Человек, которого я сегодня вижу перед собой, как цель самосовершенствования каждого человека. Есть такой человек сегодня, рожденный этим временем. И этот человек, просветитель, бумагист номер один в северокавказских республиках, и не только, муфтии Дагестана, всех нахладят желания. Встреча продолжилась в формате диалога. Один из вопросов был о создании первого в республике межконфессионального клуба. Ших Ахмад Афанди предложил создать его на базе Дагестанского гуманитарного института. Зачастую мы черпаем свои знания, какие-то основы о других религиях, а также о своей из интернета. И было приятно послушать и интересно как-то обогатить свои знания в плане религии и выявить какие-то элементы для себя, которые были давно интересны. А также было приятно послушать представителей других религий, а также узнать, какие принципы они проповедуют именно своей религии и с имфероисповеданием. В любой религии, в любых взаимоотношениях лежит вера. В основе веры лежит любовь. Любовь несет в себе, соответственно, истинное созидание. Организаторы уверены, подобные мероприятия позволят предостеречь молодежи от заблуждения и воспитать их в духе нравственности и терпимости к представителям других конфессий. В Дахадаевском районе открыли автодорогу Кубачи-Калакарейш протяженностью почти 10 километров. Благодаря этому расстоянию между селами Кубачи и Маджолис сократилось на 35 километров. Отметим, что строительство автомобильной дороги обеспечит наикратчайший выход с селений Дибгалик, Трисанчи и других населенных пунктов Дахадаевского района к селу Кубачи и на республиканскую автодорогу Ливашиа-Кушаур-Карах-Маджолис-Мамиткала. Кроме того, дорога позволит обеспечить транспортную связь к селу Калакарейш для совершения паломничества к святым местам. В Москве прошел закрытый показ фильма «Волшебник». Продюсерами картины являются дагестанцы Ибрагим Магомедов и Беньки Анисимов. Сюжет построен вокруг судьбы молодого человека, который болен ДЦП и отчаянно влюблен в свою одноклассницу Машу. Прокат российских кинотеатров картина выходит уже сегодня. Ну а нашим корреспондентам удалось побывать на презентации и даже пообщаться с актерами. Кистаман Рамазанова продолжит тему. Я сейчас нахожусь в Доме кино на премьере фильма «Волшебник». Это трогательная история о мальчике Роме, который страдает ДЦП и очень жаждет покорить сердце своей одноклассницы Маши. Состав актеров впечатляющий. Главные роли достали Семену Трескунову и Максиму Суханову. Но и второстепенных героев сыграли очень известные актеры. Например, звезда сериала «Интерны» Ивана Хлобыстин. Меня эта работа научила в первую очередь тому, что когда работает слаженная, креативная, талантливая команда, всегда получается что-то как минимум не стыдно, а как максимум что-то настолько же прекрасное, как этот фильм. Потому что у меня сплошь положительные воспоминания от съемок. Я безумно люблю Мишу Морского. Я дружу с ним в жизни даже. Я считаю, что это большой его триумф. И я ему просто благодарен за то, что стал частью его проекта. А вы же общались с прототипом даже? С Ромой Солдиным, да, общался. Не могу сказать, что мы друзья, но мы приятельствовали. Какое-то время мне нужно было какие-то штуки в нем подметить для того, чтобы взять в работу. Он безумно интересный парень. И очень много, что вы видите в фильмах, я взял от него. Сейчас очень много говорится вообще о том, что во всех средствах массовой информации, в медиа очень много реально насилия, какой-то агрессии ненужной. Поэтому настроения в обществе не такие вот. Я буквально несколько дней назад просто серфил по интернету, чтобы что-нибудь посмотреть реально хорошее. Я не мог ничего найти. Фильмы ужасов, боевики, какой-то вот такой же скач. И мне это совсем не нравится. И вот сегодня все поменялось. Я получил большое удовольствие как зритель, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу пожелать всей команде, и съемочной группе, и актерам, и продюсерам, соответственно, этого фильма больших успехов в продвижении и популяризации вот таких вот простых, с одной стороны, историй, а с другой стороны, нужных нам всем. Уверена, эта история найдет отклик в сердце каждого зрителя. Именно такие кинокартины заставляют нас плакать от радости, и не переставать верить в добро. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова